Победитель всероссийской летней спартакиады спортивных школ, победитель первенства России среди профсоюзов по греко-римской борьбе, челнинец Эмиль Зиганшин, борец, воспитанник Виталия Юкина. Сегодня ему 15, и за последние две недели Эмиль стал членом сборной России, а уже в ее составе обладателем золота международного юношеского турнира «Сила традиций». Страны четыре, традиции одни, традиции борьбы в классическом стиле. Сильнейшего на международном турнире выявляли команды России, Казахстана, Белоруссии и Украины. В составе нашей национальной сборной в категории до 58 килограмм челнинец Эмиль Зиганшин. Но не только статус соревнований впечатлил челнинцев. Впервые борьба проходила так красочно. Турнир как шоу, организован был шоу, но накал от этого еще становился больше, потому что кубковая система была. То есть очень зрелищные соревнования. Первый бой был соперником из Казахстана, но здесь наш спортсмен перегорел. Во-первых, это был дебют на таком уровне. Во-вторых, атмосфера поединков была сродни боям профессионалов со специальным освещением, шоу-программой и видеокамерами. В-третьих, соперник оказался более опытным. Впрочем, опытными были и борцы из Белоруссии и Украины. Но Эмиль ко второму бою собрался. В втором кругу я вышел с белорусом. Ну и пришел ему корпус, накрылся, потом настрелился немножко. Ну так выиграл 9-3. Победил он во встрече с украинцем, а с казахстанцем Рейнбеком Курманали. Эмиль вновь встретился в финале. В счете ввел, но на последних секундах победу упустил. Впрочем, он как самый молодой член сборной свою задачу выполнил. Заработал два очка. И самые главные болельщики – родители выступлением сына довольны. Я не жду, не обязательно от него результатов больших. Не обязательно. Но то, что он уже занимается спортом, это уже плюс для него большой. А результаты будут это еще лучше. Впрочем, времени почвы на лаврах нет. Пора готовиться к следующим соревнованиям. Уже в эти выходные Эмиль выступит на первенстве Привовского округа в Альметьевске. Катерина Карцева, Дмитрий Кравченко, РЕН-ТВ, Набережные Челны.